Раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот, а ты левая делаешь, акцентируешь, а правая не акцентируешь ее. Давай еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще, знаешь, я позову, как ты стянуешься, в танце, смотри, эту пятку надо положить, вот так, вот так пятка вверх, и назад, смотрите, ее нужно сюда положить, к полу, а ладно, а ты стоишь вот так, ты просто опираешься на ряду, надо перенести, где есть налоги, а это просто положили сзади, что ли? Так уже красивее, смотри, ты стоишь в такой кузе, да? Уже ближе к концу, вот так вот, и локти, смотри, вот так мы заводим назад, они должны быть вот так вперед, чуть вперед. То есть не наступно, как стоишь, а то ты на вот эту, на поле, на нее, правильно? Да, на нее, правильно? Да, на нее просто положи, и она просто... На носочки, на большем пальце положила, да, вот, и носок пеней. Локти вперед, вот так уже некрасиво, вот так вот, раз, два, три, четыре, раз, два, ну-ка смотри, затяжку сделай на задней ноге. Смотри, ее больше затяжки, да, прыгаешь. Оп, сразу прием, вперед. Левая, правая нога. Давай, и раз, два, три, четыре, раз, оп! И в плене и в сядь. Ладошки вниз. Вот здесь спину возьми. Выпрямь здесь, как видите, на коленке в стороне. Вот так руки держи. Вот так делаешь, у тебя правая рука вот так поднимается. Кисть. Левая держи. Ладошки вниз делаешь, будет нормально, поним? Смотри, прям. Руки держи вот так, пошел. И раз, два, три, быстрее, давай, вот ноги не раздвигайся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас более-менее, видишь? Давай, ниже, оп! Пошел, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. Смотри, я сейчас приезжаю. Сюда подправлю. И ногу, да. Раз, два. Колено чуть в сторону, видишь? Раскрывай колено. На полную стоперку. Вот. Опорная нога, задняя. Это должна легкая, смотрю, вот я ее не ударю, чтобы ты не опалывал. Она называется рабочая нога. А это опорная. Раз, два. И, да, шага левая. Четыре ты. Раз. Шаг. Показывай, сюда ногами, как руки перед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Впереди. Вперед. Я взял левая. Раз, два. На полупальца. На полупальца, на полупальца. Такой же звук, такой же принцип, как вот, как тоже с вами, но как и реплик. Как ты сделал, как ты сделал, только я вперед. На полупальца. Не, левый, левый. Левый. Не, левая. Левая. Руки сразу поставь, на полупальца. Руки сразу поставь, на полупальца. На полупальце вот так. Давай, лей. Можно немножко монгольский или тапландский опробовать? Монгольский? Ну, вот это монгольский. Да, значит. Это развод. Люда. Люда танцует. Он же классный. Ну, да. Он такой драйвовый, его можно поставить на одного. Она, Люда, сколько там, 3-4 года назад первое место с ним приехала? Она два лет в Чечне брала и в этом, в Москве. Не, ну, конечно, мы минут 40 каждый урок для этого делаем. Ну, можно было в день 20-40. Ну, только так. Я просыпаюсь в час-полтора. Договоримся, 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 договоримся. С вами же говорю же, а отдельно, прямо вот только с вами будем заниматься. Эти там могут, они здесь в городе. Ну, да. Не, ну вот позовем девочек, кто-нибудь, чтобы показали. С вами тогда определимся. Сейчас я поговорю, найду кого-нибудь из девочек. И сделаю спройдем, и, наверное, будем танцевать в монгольском. Он такой веселый и... Какой бой? Ой, ой. Я просто назовем кого-нибудь по-другому, не в монгольском. По-другому. Ну, я имею в виду, он такой большой игровой. Тэповой, да. Возвучал? 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 Возвучал, да. Возвучал? Возвучал. Возвучал? Возвучал. Конечно, он нормальный номер, но... Уи! Не в одну каску. Да, не смазывал. Это как айраты по этой с вами на фокус, не те танцы называли, их сразу в первом туре пробуют. Возвучал? Ну, танец до конца не дотанцевал. Я, 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 я дотанцую. Да ладно, всё. Это обмазки называется. Понятно. Это обмазки как-то называется. Оставим два соло тебе. Два соло оставим. Порежем танец. Оставим два соло. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Раз. Оставим первый и последний. Если, например, делаю там. Понял? Такая. Там же он вот так выходишь, да? Даш, 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 даш. А ты выходишь. Понял? Там же четко раз на полу пальца, потом собрал. А четко на полу пальца. Ты скачешь, у тебя головка идет. А ты... Пошел он тряпкой. Тряпкой, говорю. Тихо. Не надо как тихо. Нет, нет, акценты не поймут. Акценты нет всегда. Хоть ты тихо дешь, надо четче делать. А ну вот это движение, да? Он же по сапогу бьет. Понимаешь? Да? Там идет такой... Понял? А ты провел ногу просто и все. Там такая... Идет, выходит. Ты через тапог ударил. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мой. Вот и давай. Руки до конца держи. Понимаете? Сраканцу очень вниз. Я то правую ударю. Сейчас слева. В.А. 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 Правый ряк, правый ряк В.А. В.А. Ударил. ПИСНО МОСУРЖАЛЬ В.А. И. В.А. В.А. И. Как бы ты что делаешь? Не сгибайте калины. Все ровно? Держь. 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 Вот. а тут и непонятно кто это делал давай ты коленки шеверные раздвигаешь коленки постоянно и раз ровно держи надо наклоняться вперед раз коленки ровно держи что ты так хочешь коленки ровно держи раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре пять шесть семь восемь и раз в ритме мы с вами итак поговорим поближе сядут я наделся будет больше но давайте ноги сразу так не будем сидеть вот ребята просто поговорим для артиста мы познакомимся в процессе для артиста конечно очень важно для певца танцора я сейчас узнаю каким ремеслом именно вы каждый занимаетесь очень в первую очередь важно только там вокал танец очень важное мастерство актера потому что даже вы сами замечаете если на сцене выступает много артистов вот выходите на любые концерты и всех вы запоминать для себя выделяете кого-то да то он понравился больше вот почему нравится больше просто поговорим вот допустим выходили на какой-нибудь концерт и вам там понравился певец или певица вот чем он вам понравился вспомните любого когда вы ходили ну наверное чем чем-то он отделяется других правильно выступаем есть он может быть он также танцевал как другие да так же пел там но вам неудобнее правильно как зовут маша вам с неудобнее потому что есть это есть зажим или вот там так сидеть так много закинуть или многие так делали вот так многие стоят либо кто-то так стоит вот сейчас может быть мы если дойдем эмоциональным это сделаем тренинг я сам учился в москве высший театральный институт имени михаля семечка щепкина это русская школа то есть выпускников вы знаете это чадовы актера знаете да петренко актер есть айронгольд сестры дмитрий харатьян нас есть стариков это школа такая очень известный но это русская традиционная школа именно нас занимается именно первую очередь занимается тем чтобы человек то есть артист был свободен на сцене то есть если выхожу на сцену я должен быть полностью свободен если я стопроцентно свободен то от меня будет и шоу и эмоции и просто и зале такие же люди меня отметят и всех чтобы нужно вам так как у вас называется айрадский талант вот про куртку поговорим конечно же да очень сложно потому что до зажиме зажим я даже сам с вами разговариваю мне немножко неудобно сидеть учиться от всего даже мы когда учились научились даже как сидеть на стуле правильно вот просто как правильно сидеть на стуле или как стул даже сейчас быстро простой легкий тренинг как как стать сзади стула с помощью двух шагов вот ну чтобы чтобы так обойти стул стать за стулом вот так но только два шага можно сделать просто попробуйте я пока просто вам лишний нет сколько шагов ты сделал два шага я просто хочу чтобы вы поскорее успокоились и не смотрели на меня так чтобы там стесняться попробуйте с помощью двух да нет два шага да вот молодец спасибо правильно только ты немножко вот так пришла да ну ты ближе уже вот да в первую очередь давайте договоримся может быть мы с вами еще встретимся ногу убираем даже вот понимаешь да ничего страшно тоже вот этом я называю всегда держать птичку вот птичка маленькая есть который можно взять и раздавить а это называется держать гранату сейчас когда я говорю птичку держать вы убираете то есть вы запоминаете мои слова вы сейчас вы держите птичку птичку держать нельзя можно так положить разрешаем раз и спинка на спинку немножко но спички птички держим и рано тоже держим ну и куртку придется убрать я просто как пример еще раз а юно птичку птички не держит сейчас будет ломка так знаешь поешь там слышишь я пою я постараюсь запомнить всех но у меня очень плохая что-то я сразу запоминаю всех давайте без микрофона давайте птички не держишь так начинает сейчас у вас будет лопатки будет сейчас будет мучение вот представить птичку не держишь меня зовут чирова мария мне 21 год я студентку зубынского государственного университета заканчиваю 4 курс я пришла на кастинг с комбинацией устранный танец я пробовала каум и не получилось а устранный танец где-то танцуешь хорошо самая простая держать птичку ну продолжаем мне 11 лет я спросил качангир в комбинации народной традиции так меня зовут поэрка я из посолка циванаман мне 14 лет я перешла в 8 класс я занимаюсь вторым танцам меня зовут толчкаев николай так это кому говоришь ты мне рассказываешь что это просто когда 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 он на камеру он до снялся на камеру работали бы неживой а вот когда на меня начался зажим дальше ты мне рассказываешь я даже не меня услышал меня зовут колышкаев николай мне 12 лет я участвую в комбинации народной традиции ну получается три хореографа и два ваклизи так да? так же? да вот хорошо смотрите ребята сейчас я буду вам задавать вопросы постарайтесь со мной разговаривать просто то есть не бояться ошибиться не бояться там глупость сказать в принципе у нас такой круг небольшой да единственное то что смущает камера может быть расслабьтесь актер артист я не говорю хореограф он должен быть в первую очередь расслаблен то есть как свои тарелки не зря же да многие я сам лично там работаю там вернее многие ведущие могут быть то есть в любом кругу чувствуют себя как свои тарелки тоже сейчас выйдет вот просто представьте что вот вы каждый день да наша жизнь такая бурная мы все время ходим прыгаем все время что-то поем а здесь нужно просто просто посидеть и это самое сложное да так сейчас сложно слушай я взглянул что конечно к истории не приспособлен для я бы вам показалось упадешь что-то лучше не делать вот для вас кто такой артист? творческая личность творческая личность еще человек выступающий на сцене так человек выступающий на сцене еще человек который чувствует себя хорошо на сцене ну в общем еще есть серьезный человек серьезный человек не счастливайтесь ребят чем больше вы будете просто говорить тем больше это входит в гены вообще вот система которой я занимаюсь конечно слияние многих сядься это слияние многих систем то есть вы может быть этих людей Станиславского вы знаете наверное да это как бы отец российской режиссуры но также есть Миллер Хольм система биомеханика есть Михаил Чехов психологический жест но это все для вас далеко как завтра вы мне тоже скажете какой-нибудь там Ронда Жан Бартер или что-нибудь которые я даже не знаю но есть система которая с помощью тренингов то есть как бы если вот вы это в принципе взрослые ну с помощью игры актерской это и входит все вам в гены и вы забываете вроде бы мы играем вроде мы какие-то упражнения делаем а это все входит в копилку а копилка наша одна которая есть у нас наш темперамент да что такое темперамент да что такое темперамент ну на ваш взгляд простым неопытным языком что такое темперамент и сейчас ну почему нет это разливый темперамент ну что такое темперамент как зовут ангера ангера ну вот говорят смотрят на человека ух какой темперамент ух какой темперамент может быть да ну характер у каждого разный да кто-то спокойный кто-то вспыльчивый темперамент это то нутро которым обязан обладать актер артист танцор певец ну я буду быть артистом если не будет темперамент он у всех есть но у кого разные стадии то есть у кого-то он спит кого-то надо будить у кого-то он вообще упирает вот сейчас ангера да вот ангера сейчас заходила я увидел небольшой темперамент потому что она заходила смело да то есть она не стесняется как бы ну видно человек немножко так ну это сама по жизни да наверное немножко ну есть 21 июня открывается новый салон связи Айрат возле гостиницы Элиста смартфоны известных брендов по привлекательным ценам большой выбор аксессуаров на любой вкус 4 дня подарков всем покупателям с каждой покупки в Айрате кэшбэк возвращается покупай с выгодой покупай все в плюс ждем вас на открытии 21 июня потому что там что-то не так мы сразу да вот это есть темперамент но в нашем случае вот этот темперамент драчуна должен быть в нас которое направлено на искусство вот ладно я сейчас я сейчас буду долго немножко занудно говорить про теорию мы говорили про артиста да ну я буду говорить вашим языком простой язык вот мы договорились вот так если мы руки держим это называется держать птичку в руке то есть надо расслабиться на самом деле если сидеть на стуле по этикету надо сидеть вот так на пол стула и в никаком случае не облокачиваясь на спинку вот представляете например я где-то месяца три сидел не означает что не вставая но просто каждый день приходили и вот настоящая позиция тем более хореографы у которых осанка всегда вот на самом деле вот так надо сидеть это по этикету то есть вы поедете куда-нибудь там будете среди сферы вот вот представьте вот так сидеть все время вот видите вам даже идет так вот попробуйте так посидеть и поговорить это сложно то есть да начинается управлять а вдруг у меня там что-то сейчас торчит то же самое на сцену я выхожу да если я там петь выхожу все я увидел людей я понял что это не так у меня начинается шаг там немножко то есть все тело разжимается это инстинкт самосохранения он у каждого есть да мы же когда трагиваемся в горячей сковородке мы там да руку ставим рефлекс то же самое на сцене у каждой защита своя какая-то у кого-то защита такая болтать то есть Ou�исть там аааааа зрители люди ну и это назначает что нехорошо все это есть тот же самый зажим и от это вам может плохоIch ete морг STEVE какое-то болтун скажешь что он болтает не то себя мне не то чтобы вы поклонjas сделали ушли в этом есть зажим Да В первую очередь, да, тренинги мои направлены на того, чтобы вас освободить от зажима, чтобы вы просто были свободны. Вот. Ангир, откуда у вас? Какой? Конечно, про речь с вами другие должны говорить, так как я сам очень, у меня всегда была тройка последней речи, хотя и стихи читаю, там, песни пою и все, но когда обычным языком, я, видите, как быстро разговариваю. Потому что у режиссеров нет, режиссеры должны мыслить по-другому. Хорошо. Ну, во-первых, конечно, вы одеты, ну, кроме тебя, вот, ты сейчас ничего не сможешь делать, у тебя платье, как бы, вы еще более-менее, ну, у тебя нога болит. То есть, как бы, тренинги. Давайте самые простые тренинги сделаем, самые первые. Вот, просто он называется «Маранья голова». «Маранья голова». Не знаете такой? Тренинг такой, смотрите. Вы по порядку. Ладно, вернусь сначала. Три пункта, которых мы с вами должны сегодня изучить. Три. Первое – это смотреть и видеть. Второе – слушать и слышать. Третье – чувствовать и ощущать. Три компонента, которые обязан актер, когда все время, вы обязаны, ладно, там, где-то дома одни, но все время в обществе с людьми на сцене вы должны обладать этими тремя качествами. То есть, первое – смотреть и видеть. Что такое смотреть и видеть? Как вы думаете, про что я говорю? Так. Ну, да, смотрите. То есть, мы в жизни, особенно на сцене, от зажима мы забываем, мы смотрим, думаем, что смотрим, но не видим. Вот пример, вы друг другом себе знакомы? Нет? Ну, еще раз давайте. Сейчас мы как раз это сделаем. Ангира, Бая, Вера, Деля, Вера, Маша, Аюна. Хорошо, я начну с самого простого тренинга, вот как раз и знакомиться. То есть, сейчас я вам даю тему, там, любую, например, космос, примеры говорю, космос. Например, начинает первая Ангира. Ангира должна назвать любой, ну, не знаю, планету, звезду, все, что связано с космосом. Например, она говорит Луна. То есть, Ангира говорит Луна, ну, должна сказать не просто, а должна передать Коле. То есть, глядя в глаза, увидеть зрачки какого цвета и сказать Луна. То есть, дальше, Коля, смотри на меня, на меня смотрим. Коля ей в ответ отвечает, ее название, например, да, Луна. Потом поворачивается дальше, глядя в глаза, называется свое. То есть, например, Луна, там, что там, звезда, дальше. Ты также через Ангиру, Колю, его название, свое название передаешь дальше. И так до последней. То есть, последняя должна всех назвать и свое. Сейчас мы будем, мы сейчас будем над вниманием. То есть, те, кто заранился, просто честно говорю, у нас, да, нас мучили. У нас человек 20 было, представляете, не 5-6, а 20. И кто-то заранился, его так просто топали и называли Баранья голова. Мы не будем топать, просто смотрите, если кто-то заранился, то просто Баранья голова. То есть, например, я говорю, да, Луна, Солнце, там, Ракета. А если Вера заранилась, я на нее говорю, Баранья голова и дальше других. Вот, ребята, сейчас на это уходит минут 50, даже 2 часа. Чтобы просто нам с вами нужно создать атмосферу творческую. Сейчас у нас нет творчества, потому что вы все сидите так. Ага, так, что я сейчас буду говорить? Ага, так, да, понимаете? И нет творчества, и нет общего внимания. Актер, артист должен быть всегда во внимании. То есть, чтобы не было такого, я иду на сцену, захожу за сцену и ударился в стенку, да? Или там выходит, да, хореограф, спотыкаясь там. Или, например, все танцы в одну сторону, а он в другую пошел. Бывает есть такое? Потому что невнимательный. А это идет все от зажима. Да? В простом языке называется стеснение. Но в нашем случае зажим. Сейчас попробуйте собраться. Да, я вроде бы ничего сложного не сказал. Вы уже все поняли? Индивидуально. А когда в группе, вы уже не понимаете. Еще раз. Первый называет свое второму. Второй так же посмотрел в глаза, назвал вариант первого. Свое передает другому. Третьему. Третий говорит про первого, про второго, про себя и передает дальше. Все. А? Я говорю про Коле, что он Баи. Он скажет, что я Баи. Нет, нет. Ты говоришь Коле. Коля называет свое, потом называет свое Баи. Да. Баи называет твое, Коленое, свое и дальше. Да. И до последнего. Только давайте доберемся громче, потому что не слышно. Давай еще раз с тебя начнем в ту сторону. Звезда. Ой. Соберитесь. Ничего страшного. Это тоже. У каждого. Сейчас видите. Сейчас уже идет наметок на каждый темперамент. У каждого он такой. Кто-то быстро все понял. А кто-то медленно. Не торопитесь. Спокойно. Я вам скорости никакой не даю. Я просто хочу, чтобы вы просто такой элементарный полудетский такой вариант сделали для меня. Еще раз с тебя в ту сторону. Тема. Нет. У тебя какая тема была? Калмыкия. Давай. Степ. 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 Тимбан. А, а, а. Степ. Степ. Какой минус? А, 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 а. Нет, да. Даже не в этом. Минус в том, что вы не смотрите в глаза. Вот какого на меня, смотри, какого, не на меня посмотри. Вот какого цвета зрачки у Веры? Ну, ты наугад или ты видела? Вот посмотри поближе. Просто посмотри. Вот видите, когда я просто... Я, может, помните, первый аспект актерского масла? Смотреть и видеть. Мы посередине... Мы думаем, что мы смотрим, мы не видим. Мы так. А, привет, привет. Потом мы с тобой здоровались. Когда мы с тобой здоровались? Понимаете? То же самое. Вот сейчас ты тебе сказала, что ты назвала и все. А сейчас ты... Ты немножко прищурилась, да? Ты... Ты уже увидела глаза. Вот это там есть. Смотреть и видеть. Попробуйте, да? Вот. Увидеть это. Я говорю, например. Цаганава. Поехали от меня дальше. Нет. Надо сначала мне ответить. Да? Сейчас... Сейчас ты даже меня немножко обидела. Потому что... Есть такой импульс, да? То есть я иду к тебе на дружбу. Я тебе... То есть мы же... Мы... Мы люди... Вообще нового поколения. Мы... Мы разучились. Даже не знаем, что нужно смотреть друг другу в глаза. Правильно? Вот даже когда тебе человек нравится, ты же вообще там... Вообще как глаза смотрит. Да? Ну... Вспомните себя, когда девчонки и мальчишкам глаза смотрели. Или наоборот. Сейчас я... От этого идёт дружба и так далее. Мы сейчас должны создать такой маленький наш творческий коллектив. И каждый друг знает хорошо. Хорошо? Сейчас смотри. От меня я передаю тебе и в ту сторону пошли. Хорошо? Так. Тема давайте назовём тема... Море. Я первый начинаю. Ммм... Корабль. 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 Море. Корабль. Море. Корабль. Корабль. Море. Зене. И вода. Мгм... Мгм... Сколько нё? вы сейчас думать о слове не думать о слове думать о взаимоотношениях получается вы сидите как будто вы враги первый раз тебе передал это даже не посмотрела сейчас тоже у тебя слова ну как бы отрижает взгляд видеть глаза у тебя и зажим сильно ничего это хорошо мне нравится просто были бы без зажимов то не о чем было бы разговаривать атрибутика есть на руках точнее часы кольца а то на голове все есть очки или нет хорошо ну долго уже хватает хватит так запомни кто да кто что одет просто чувствую рис что не так вы подойди за руку это не подсказывать хорошо так теперь во что на меня поверить во что одет коля так тоже черная чисто черная чисто черная футболка нет там красный где ну покажу область так дальше так какие вот цветы такие синие с белыми липочками и белые подошли так хорошо брюки шорты кирко шорты серые так они просто серые там что то есть просто серые так какого цвета зрачки не знаю хорошо так во что одета какого цвета волосы такие коричневые цветы так а есть что нибудь там серьги кольца браслеты есть да хорошо проходи посмотри хорошо так 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 как у вас половина в платьях и ноги отбитые я не могу что неподвижное делать очень важно себя чувствовать на сцене и комфортно то есть вот хорюков я наверное вам это узнаю ближе к такому причем потому что так что с убровью дну вы высыпаете на разные сцену так что то есть бывает вообще маленькая вот это в этом альфийский да и очень важно себя правильно осмотреть на сцене то есть сейчас давайте сделаем так я ходил вы ходите халактично то есть вы ходите сразу по своему ну так из этого знаешь ничего но в этом квадрате да где 4 столба вынуждены ходить так чтобы не было ни одного свободного места на площадке то есть вы ходите но чтобы эта сцена была заполнена когда 2 столба вы останавливались сканки хорошо то есть на лобку идете дальше ваша задача сейчас помог лобку ходить и полностью занять место чтобы эта сцена была заполнена вами вас достаточно даже в принципе если у вас 3 было бы даже 3 могли бы это сделать хорошо по моей команде хлопаю вы идете вы приходите я второй раз хлопаю вас и останавливаюсь там а я проверяю как вы можете заполнить всю сцену так смотрите что вам сказали пор 2 да вот здесь 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 так получается у вас 6 человек но есть давайте чтобы вам было удобнее у вас начинающие артисты давайте вот здесь смотрите это вот смотрите что случилось здесь целый форекс 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 понимаете то есть думайте думайте потому что артист обязательно должен чувствовать форекс и вы как вы шесть пар если вы профессиональное артисты то вы сразу же расположитесь так как надо если или вы приехали с такими маленькими вдохами в голову И танцуете, и все легко, а вы в одном месте компании танцуете. Для этого вам нужно полностью понимать, где я нахожусь. Правильно чувствовать себя на сцене. То есть распределиться на сцене. Сейчас пока не получается. Но пока две попытки, еще раз пробуем. Ищем, думаем, мясо, мясо. Субтитры сделал DimaTorzok